Почему Аня так долго? Вот если бы я пошел в магазин, было бы намного быстрее. Ага, если бы ты пошел в магазин, Боня сосиски не увидела. Ой, да ладно. Ксюш, может ты ей позвонишь и узнаешь, почему она так долго? Сейчас. Алло, Ань, где ты пропала? Хорошо, Ань, я поняла. Возвращайся скорее. Ребят, у меня есть две новости. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начать? Ну, давай с плохой. Плохая новость заключается в том, что Аню позвали домой, и она не сможет купить сосиски. А хорошая? А хорошая новость в том, что Илюша сможет поесть. Не удивляйся, потому что тебе придется пойти в магазин. О, класс, сосиски! Я скоро вернусь. Держите. Ребят, денег дайте. Илюша! Ладно, ладно, придется тратить свои. Ребят, чем ближе к лагерю, тем я больше переживаю, что МС не обрадуется. Илюш, да не говори глупостей. Аня же сказала, что она очень любит животных. Поэтому не переживай, все будет хорошо. Ну, не знаю, мне тоже кажется, что МС не будет рада такому подарку. Эй, ты чего? Это не подарок. Мы просто дадим Марии Сергеевне ее, чтобы она за ней присмотрела. Пока мы маме не докажем, что это наша собака. Ну все, все, не кипятись. Мальчики, не ссорьтесь. Пойдемте, лучше найдем Марию Сергеевну. Ну что, кто-то видит Марию Сергеевну? А сколько сейчас время? 6.06. Мы опоздали буквально на 6 минут. Она, наверное, уже ушла домой. Так чего стоим? Побежали ее догоним. Пойдем. Я пюрешку хочу, без комфорта. Поехать, пюрешку с отбивнушкой. Куда можно? Мне сосисочкой. Да, сосиской тоже могу. У меня шоколадка. Да, идеально. Знаете, есть такой печеночный торт. Я хочу печеночный торт. Я хочу печеночный торт. Смотрите, Мария Сергеевна. Что она там делает? Похоже на то, что она там костер разжигает. Но зачем? Какая разница? Главное, что мы ее нашли. Пойдемте быстрее. Мария Сергеевна, а что вы тут делаете? Скауты? А вы что здесь делаете? А мы вас искали. Нашей собачке нужна ваша помощь. А по ней так и не скажешь. Лежит себе, отдыхает. На моем будущем костре. Но она просто устала. Ладно, неважно. Говорите быстрее. Для чего вы меня искали? Мария Сергеевна, скажите честно. Вы любите животных? Да, я люблю животных. А к чему этот вопрос? Да так просто. А кого больше, собак или кошек? Я люблю всех одинаково. Ну, может быть, собак чуть-чуть больше. О, класс! Значит, Бонни повезло. В каком это смысле Бонни повезло? Еруша. Так, что вы уже натворили? И откуда у вас эта собака? Это наша собака. Да, мы ее потеряли пять месяцев назад. А потом нашли. Мы хотели ее привезти домой. Но мама не поверила, что это наша Бонечка. Можно она у вас пока поживет? Пожалуйста. Нет, нет, нет. Если ваша мама сказала, что эту собаку нельзя держать дома, значит, она права. И это не ваша собака. Так что верните ее туда, где взяли. Может, ее хозяин уже давным-давно ищет. И меня не нужно впутывать в это. Мария Сергеевна, ну, пожалуйста, вы наша последняя надежда. Заберите ее на пару дней. А за эти пару дней мы убедим маму, что это наша собака, и заберем ее. Пожалуйста. Что ж мне с вами делать? Ладно, но только на пару дней. Спасибо, Мария Сергеевна! Бонечка! Пока! Сколько минут у нас у нас? Ты скоро будешь дома. Пока, Боня! Ну и что мы с тобой будем делать? Ладно, пойдем погуляем. Стойте, 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 не переключайтесь. У нас для вас есть очень важная информация. Перед тем, как отдать Боню Марии Сергеевне, мы успели с Аней снять с ней видеоролик. И сейчас вы его увидите. Как вы знаете, у нас есть секретный дом. И в нем мы хотим снимать видео с нашей собакой Боней. Но мы не знаем, что с этого получится. И если вам интересно узнать больше о нашей собаке, тогда подпишитесь на этот канал. Бонне будет очень приятно, и мы будем очень рады. Ну что, поехали! Всем привет! Это наше первое видео на этом канале. И сегодня мы вам расскажем 10 фактов о нашей собаке Бонне. Ну что, поехали! Первый факт. Бонне полтора года. Она уже совсем взрослая. Второй факт. Боня родилась 16.04.2019 года. Этот день нам заполнился навсегда. Третий факт. У Бонни порода называется бигль. Цвет у нее персиковый. Говорят, что это очень редкий окрас. Четвертый факт. Бонни никогда не рожала щенят. Но я думаю, что в будущем все изменится. Пятый факт. Боня очень дружелюбная собака. Она дружит даже с котами. Шестой факт. Когда начинается гроза, то Боня всегда прячется под кровать. И ее почти никогда нельзя найти. Седьмой факт. У Бонни на голове пятнышко в виде сердечка. Это так мило! Восьмой факт. Боня всегда ворует наши вещи, игрушки. И когда мы их находим, они все порваны и в слюнях. Угу. Девятый факт. Бонни на болезнь. Один раз Боня так заболела, что она чувствовала себя очень плохо. И даже не ела сосиски. Представляете? Это на нее вообще не похоже. А она их уминает в два счета. Смотрите. Боня, ты же хочешь сосиску? Держи сосиску. Все, сосиски уже нет. Она ее съела. Десятый факт. Бонни на мечта. У Бонни большая и хорошая мечта. Она хочет, чтобы на канале до конца осени набралось 10 тысяч подписчиков. Ну что, поможете? До новых встреч. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех любим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok